Всем привет! Это вторая часть ролика «Тайны собачьего сердца». Если вы не смотрели первую часть, рекомендую вначале ознакомиться с ней. Теперь давайте обратимся к образу Филиппа Филипповича Преображенского. Имя Филипп означает по-гречески «любящий вошадей». Мол, люблю животных. Пролетариат не люблю, а животные ничего, животных люблю. И папа мой тоже, кстати, Филипп, животных любил. Но это неправда. Профессор не любит ни пролетариат, ни животных. Любое животное, попавшее в его квартиру, ждет скорая, мучительная смерть. Хролик издох. И на очереди новая игрушка – шарик. Преображенский утверждает, что в обращении с живым существом приемлема только ласка. И действительно, шарика лечат и обильно кормят. Как на убой. Хорошее обращение к шарикам имеет рациональную основу. Организм должен быть как можно более здоровым и живучим, когда над ним начнут ставить опыты. Преображенский занимается омоложением. Возвращает, так сказать, молодость. То есть у человека последний раз секс был еще в прошлом веке в публичном доме в Париже. Теперь, спустя 25 лет, у него снова все получилось, благодаря профессору Преображенскому. За такое не жалко платить по 10 рублей за прием. Всего за вечер приемов Преображенский зарабатывает около 400 рублей. 10% идет Барменталю. Для сравнения, Машинистка-Воснецова в это же время зарабатывает 45 рублей в месяц. Оцените, кстати, разницу двух культур. Реакцию пациентов на совет Преображенского не злоупотреблять вновь приобретенной функцией. Советский товарищ смущен. Я дорогой профессор только в виде опыта. А итальянский гордо заявляет. Пока это функционирует, я буду злоупотреблять. Преображенский работает в клинике, но также принимает пациентов дома и даже делает на дому операции. То есть, он распределяет пациентов по принципу вершки и корешки. Причем Преображенский в эту ситуацию вносит свою лепту. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенный состояние духа. Обратите внимание, эксперименты Преображенский почему-то ставит над бесплатными больными в государственной клинике. Эксперименты эти, кстати, откровенно глумливые и бессмысленные. В духе английские ученые выяснили. Единственный смысл такого эксперимента – это рассказать Барменталю за ужином, что советские газеты вредны даже для здоровья. Хотя этот намек можно понять и так, что знать правду в принципе опасно для жизни. Со своими пациентами Преображенский явно обращается по-другому. В общем, хотите, чтобы вам сделали операцию по-советски – пожалуйста, в клинику. Хотите по-хорошему – 50 червонцев. Как вы понимаете, только наличка и все мимо кассы. Преображенский очень успешен, что обеспечивает ему не только огромный доход, но и, так сказать, политическое прикрытие на самом высоком уровне. Всех в доме уплотняют и только Преображенского при всем желании домового комитета не трогают. Профессор, играючи, отражает психические атаки Швондера, а потом потешается над ним в своих застольных беседах с Барменталем. Когда эти баритоны кричат «Долой разруху!» «Я смеюсь!» «Ей богу, мне смешно!» Собственно, конфликт Преображенского и Швондера с компанией базируется на том, что, в отличие от фильма, все швондеровцы – молодые люди. Бугаков это специально подчеркивает в своей повести. И в услугах профессора они пока не нуждаются. Если бы нуждались, то только услыхав, что дорогому профессору требуется восьмая комната библиотеку, они мгновенно высвистнули бы штук десять пролетариев и нужную комнату Преображенскому обеспечили. А так им нужна квартира Преображенского, а сам Преображенский не нужен. Но руки у них, к счастью, короткие, что, конечно, ненависть и Швондера придает дополнительные оттенки. Большинство булгаковедов считают, что эти заигрывания с советской властью для Преображенского и Барменталя в конце концов закончились бы плачевно, что хэппи-энд надуман, а в реальности их рано или поздно взяли бы и расстреляли. Да ничего подобного. Советская власть, пока не обзавелась своими учеными, к трофейным, особенно прикладным, относилась довольно бережно. Ну, не без эксцессов, конечно. Историков, например, по понятным причинам уничтожали безжалостно. Но, в общем и целом, советские товарищи понимали, что слон – животное полезное. И прикладникам позволялось многое, часто даже и с перебором. Например, опыты по скрещиванию людей с обезьянами. Это советский ученый Иванов Илья Иванович, пытавшийся скрестить людей и шимпанзе. В 30-е годы большевики активно продавали за границу Эрмитаж. За бесценок были проданы картины Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рембрандта, Ванейка, Иван Дейка, Веронеза, Рубенса и многих-многих других. Когда вам будут говорить о том, что молодая страна остро нуждалась в валюте, вспомните, что в 1925 году на опыты Иванова молодая страна щедро выделила 10 тысяч дефицитнейших долларов. На нынешние цены это около 180 тысяч долларов. Чувствуется, что тема товарищей волновала остро. Впрочем, если достать обезьян по каким-то причинам не могли, ограничивались одними людьми. Например, ставили опыты на беспризорных детях. Вот как дело обстояло в реальности. Один из прототипов Преображенского – Шервинский Василий Дмитриевич, отец советской эндокринологии. После революции он жил даже не в семикомнатной квартире, а в своей усадьбе в Черкизово. У него была охранная грамота в ЦИК, та самая окончательная броня, видав которую любой комиссар мгновенно исчезал с радаров. Это усадьба Шервинского. В центре фотографии сам Шервинский. Видна только центральная часть усадьбы, но и так понятно, что у человека с местом для библиотеки проблем не было. Шервинский прожил 91 год и умер своей смертью в своей усадьбе. Блогоковеды все как один противопоставляют благородного, чуть ли не аристократичного Преображенского богому советскому Шарикову. Но Преображенский такой же советский человек, как и Шариков. В фильме есть такой прекрасный эпизод. Это, видимо, Шариков самостоятельно учился писать. Но ведь слово «буржуя» из лексикона не только Шарикова, но и Преображенского. Буржуй-саблин? Или вот это. Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Напомню, помещиками после отмены крепостного права называли дворян-землевладельцев. То есть вот так Преображенский отзывается о целом классе людей, убитых, ограбленных и изгнанных. И тут же добавляет. Маломальский уважающий себя человек, оперирует закусками горячими. То есть Преображенский ненавидит и презирает дворян. Самый культурный, цивилизованный, своего общества тогда. Даже дворадствует. Сам-то он не дворянин. Так что проповеди за столом у него, видимо, наследственные. Вообще, профессор Преображенский не любит пролетариат, не любит дворян, не любит средний класс и, видимо, всех остальных в принципе. Не жена ненавистника, а мизантроп. Когда испытываешь ненависть, нужно брать как можно выше. Но если Преображенскому так не нравится советская Россия, почему он не уедет? Устроиться он мог бы в любой стране Европы. Множество русских ученых уезжали работать за границу и до, и после революции. Особенно котировался институт пастора в Париже. Семикомнатную квартиру Преображенскому обеспечили бы и в Лондоне, и в Париже. Причем там не пришлось бы за нее все время сражаться. Но там квартиры есть у всех, а в Москве всех уплотняют, притесняют. И только Преображенский может одним звонком поставить на место любого взорвавшегося комиссара. Ему, видимо, очень нужно это чувство превосходства и исключительности, которую ему обеспечивает советская власть. Жизнь у Преображенского интересна и насыщена, пока в квартире не появляется шариков. Этот самозародившийся пролетарий почему-то совершенно деморализует профессора. Что странно, мне почему-то кажется, что Преображенский довольно толстокож. Он, например, ухитрился не заметить революцию и гражданскую войну. У него самое тяжелое впечатление после этого – это кражи галош. При этом все проблемы с шариковым можно было решить простым и относительно незатратным способом. Например, можно было его не прописывать в квартире Преображенского, а снять или купить ему квартиру в каком-то другом месте. Со связями и средствами Преображенского это можно было сделать легко. Как я уже говорил, машинистка Васнецова получает 45 рублей в месяц. Ну, то есть, снять комнату или, может, даже однокомнатную квартиру можно рублей за 20-30. Плюс такая же сумма на расходы и питание. Шариков неприхотлив, его любимая еда – селедка. Когда Шариков затапливает квартиру, он причиняет ущерба на 390 рублей. Доктор, скольким мы вчера отказали? 39 человеком. Так, 390 рублей. И это за один вечер. Выгода налицо. Но Преображенский по какой-то причине этого не делает. Только однажды он предпринимает попытку, и то не слишком убедительно. Скажите, нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен купить ее. Извините, профессор. Нет. И не предвидится. При этом он знает, что дом переполнен, а Швондер его Преображенского ненавидит. И про комнату он спрашивает, уже написав заявление о том, чтобы Шарикова прописали в его квартире. На этом поиски жилья для Шарикова и заканчиваются. Преображенский ничего не делает просто так. Поэтому можно предположить, что Шариков ему зачем-то нужен под рукой. Причем нужен настолько, что он готов даже временно потерпеть. Хотя Шариков, конечно, на нервы действует серьезно. Кроме этого, имеется еще несколько странностей. Смотрите, в повести Булгакова вторую ненужную Шарикову операцию делают после того, как он написал на врачей донос, те его стали выгонять из квартиры. Шариков достал оружие и тут уже врачи не выдержали. Как ты задолбал, урод! А зачем, правда, Шариков достал оружие? Боялся, что его действительно выпрут из квартиры? Ну так он через час вернется со Швондером и милицией. Он же там прописан. Непонятно. А зачем он вообще писал донос на Преображенского? Я сейчас скажу довольно неожиданную вещь, но никто не заинтересован в благополучии Преображенского больше, чем Шариков. Ну, допустим, после доноса придут злые комиссары, и Преображенский с Барменталем сгинут на Соловках. Что дальше? На следующий день явится Швондер, и квартиру заберет согласно инструкции. Шарикова, конечно, никто не тронет. Он как сидел там на своих 16-ти квадратных аршинах, а это чуть больше 10-ти квадратных метров, так и будет сидеть. Вот только вместо двух тихих интеллигентов с прислугой поселят пар 30 пролетариев, почище Шарикова. Сейчас Шариков живет за широкой спиной Филиппа Филипповича, и я что-то очень сильно сомневаюсь, что он хотя бы копейку заплатил за жилье и питание ответственному квартиросъемщику Преображенскому. Шариков постоянно шастает по дому и знает, что квартира Преображенского, в которой есть даже столовая, неотделимо от самого Преображенского. В итоге вместо роскошной квартиры Шариков окажется в убитой коммуналке, где ему самому на общей кухне придется готовить селедку, и где он будет периодически за свои замашки получать по морде. Да и не подействует донос. Что вы думаете, швондер на Преображенского доноса, что ли, не писал? Преображенского прикрывают на самом верху, и там плевать, хранит ли он у себя огнестрельное оружие, какие у него там отношения с прислугой. Главное, чтобы когда боли возобновятся, он был рядом. В общем, непонятно, зачем Шариков писал на него донос. Но вот мысль о повторной операции приходит в голову Преображенскому гораздо раньше доноса. Ей, Бог, решусь. Давайте перейдем к самой операции. Насколько Булгаков понимал то, о чем пишет. Очень часто писатели-фантасты имеют самое фантастическое представление о теме своих произведений. Например, для Герберта Уэллса медицинская составляющая его повести была абсолютной тайной, судя по тому бреду, который у него несет доктор Моро. Его, с позволения сказать, научный метод заключается в том, что для начала животное нужно основательно помочь. Всякий раз, как я погружаю живое существо в купель жгучего страдания, я говорю себе. На этот раз я выжгу из него все звериное. На этот раз я сделаю разумное существо. Разумными, ну или полуразумными, животные у него становятся потому, что доктор Моро меняет им форму головного мозга. Причем ручную. Но главная трудность заключается в изменении формы мозга. В принципе, уже достаточно. В фильме, чтобы соскочить со скользкой темы, герои обильно сдабривают научную лексику религиозной. В отличие от Уэллса, Булгаков был профессиональным врачом. Двое его детей тоже были врачами. Один из братьев был ученым-биологом. Он работал в Париже в институте Пастера. И за свои научные исследования был даже награжден Орденом Почетного Легиона. Булгаков явно следил за медицинской прессой. Все действия его героев научно обоснованы. Собственно, даже сама идея использовать гипофиз для омоложения показывает, что человек был глубоко в теме. Операции по пересадке полу железа обезьян людям, кстати, действительно имели место. Этот метод разработал русский ученый, эмигрировавший во Францию, Сергей Абрамович Воронов. Создал методику пересадки половых органов животных людям с целью омоложения. Начинал он с пересадки тканей казненных преступников миллионерам. Дело пошло, преступников вскоре стало не хватать, тогда-то Воронов и переключился на обезьян. Впоследствии оказалось, что донорские ткани отторгаются, а улучшение самочувствия пациентов было вызвано эффектом плацеба. Но во время написания собачьего сердца метод гремел. Операция над шариком, кстати, поначалу выглядит довольно странной, даже подозрительной. Это же опыт по омоложению. Суть его в том, что гипофиз является центральным органом эндокринной системы. И если пересадка половых желез вызывает омоложение, то от пересадки гипофиза эффект будет ещё сильнее. Это логично. Но почему пересадка гипофиза молодого мужчины, чугункину на момент операции 25 лет, молодому псу, шарику 2 года, может кого-то из них омолодить? Но из дневника Барменталя становится понятно, что это, собственно, опыт не по омоложению, а с целью выяснить саму возможность приживаемости гипофиза. Омолаживать будут сильно потом, а пока просто хотят посмотреть, вдруг что-то получится. Но вообще-то профессор уверен, что шарик от такого улучшения непременно сдохнет. А? Черт возьми, смотри, живой. Но всё равно и сдохнет. Но шарик не вздыхает, что само по себе удивительно. Как справедливо заметил Барменталь, открылась новая область науки. Преображенский как-то признался Барменталью, что для него наука самое главное. А всё это омоложение, это всего лишь джентльмен в поисках пятёрки. Неужели вы думаете, что я из-за денег занимаюсь этим омоложением? Я же всякий учёный. Сложно представить, что такой упертый человек, как Преображенский, забьёт на новую отрасль науки только потому, что не удалось из собаки получить Ломоносова. Тем более, что Ломоносов вроде бы как и не планировался. Да даже если бы и получился, то в любом случае это был бы всего лишь побочный эффект. Не будет такой человек, как Преображенский, запихивать джина обратно в лампу. Наоборот, попытается всесторонне его изучить. И первый вопрос, который возникает в этом случае, это что будет, если пересадить гипофиз собаки человеку? Ну, естественно, делать такие операции над людьми нельзя. Клятва Гиппократа и всё такое. Но Шариков вроде бы не совсем человек. Как говорит Барменталь, это наше собственное экспериментальное существо. Меня всегда удивляло, почему все считают, что Преображенский во время второй операции превратил Шарикова обратно в Шарика. Вернул его, так сказать, в исходное состояние. Следите за руками. Преображенский берёт собаку Шарика. Пересаживает ей гипофиз Клима Чугункина. В итоге появляется второй человек Шариков. Затем Преображенский берёт Шарикова. Пересаживает ему гипофиз собаки. И в итоге получается собака. Вопрос, какая? Почему-то все считают, что Шарик. Но откуда взялся гипофиз? Ну, как бы подразумевается, что это гипофиз Шарика, который Преображенский всё это время бережно хранил в шкафу в стеклянной банке. Как вы думаете, сколько времени можно хранить гипофиз, годным к пересадке? По реалиям того времени, нисколько. Пересадка должна быть из тела в тело. В настоящий момент врачи научились сохранять органы, но очень непродолжительное время. Самый живучий орган – почка. Он остаётся годным к пересадке до 24 часов. Лёгкие сердца, например, уже 6 часов. Мозг не пересаживают, но, если подумать логически, при кислородном голодании необратимые последствия в мозгу наступают уже через несколько минут. В дневнике у Барменталя фигурирует некая физиологическая жидкость по методу профессора Преображенского, которую сам Преображенский называет просто питательной жидкостью. Иван Аннулич, повнимательнее посредите, как только под родящей смерть тотчас со стола питательную жидкость. И ко мне. Эта жидкость объясняет, как гипофиз Клима Чугункина сохранился 4 часа 4 минуты, которые прошли от момента его смерти до операции. Хорошо. Но до повторной операции гипофиз уже Шарика должен был в шкафу у профессора храниться как минимум пару месяцев. Никакая физиологическая жидкость сохранить его не могла. Столько времени. В физиологической жидкости гипофиз банально стул бы уже на следующий день. По реалиям того времени гипофиз Шарика хранился скорее всего в растворе формальдегида. И к пересадке был негоден с момента погружения в формальдегид. Это консерва. Можно, конечно, сказать, что это такое художественное допущение. Но нет. Художественное допущение это то, что пересадка гипофиза приводит к очеловечиванию. Ну или к особачиванию. А жидкость, в которой орган может храниться месяцами годным к трансплантации это противоречит реальности. Такая жидкость по определению консервант. Такое допущение мог сделать профан Лоэлс, но никак не профессиональный врач Булгаков. Это извините. Я московский студент, а не Шариков. Отсюда следует несколько неприятных выводов. Вывод первый. Повторная операция не была спонтанной. На тот момент, когда Шариков вынул оружие, я так понимаю, на ган, у врачей все уже было готово к операции. Найден, приведен в порядок и откормлен пес, похожий на Шарика. Да, нужен, естественно, похожий. Если Шариков после операции вдруг превратится в пуделя, это будет сложно объяснить не только следствию, но и научному сообществу. Назвали пса, естественно, тоже Шариком. В истории болезни прописана кличка. Первого Шарика взяли где-то за неделю до операции, значит и второго где-то так же. Вывод второй. Преображенский прекрасно понимал, что первый Шарик умер безвозвратно, как и Клим Чугункин. На их месте появился новый индивид Шариков, который после операции тоже умрет насовсем и его заменит Шарик второй. Тут, конечно, следует вспомнить самый конец книги и фильма. Окончательно уверен я, что в моем происхождении не чисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство и небесное, старушки. Шарик в конце повести думает о том же, что и в начале. Про водолаза и свою бабушку. Значит, это все-таки тот же самый Шарик. Отнюдь. Смотрите. Преображенскому нужен пёс, максимально похожий на Шарика. Куда он пойдет искать-то Клопса? Логично предположить, что туда же, где подобрал и первого. А пёс, похожий на Шарика, обитающий в том же ареале, с большой вероятностью будет братом Шарика, родным или двоюродным, с общей бабушкой, тяготеющей к водолазам. Аквалангисты это хорошо! Теперь понятно, почему Шариков достал револьвер и зачем написал донос. Он чувствовал, что дома назревает что-то нехорошее. Врачи себя странно ведут. Дома появилась новая собака, кого-то смутно напоминающая. Вряд ли он, конечно, ожидал, что его будут снова резать. В его доносе описаны вещи, в общем-то, которые и так все знают. Ну вот, что Преображенский не любит советскую власть, так он сам об этом открытым текстом говорит Швондеру. Что Преображенский ненавидит самого Швондера, тоже не секрет. Барменталь, вон, преследователь, орёт, что спустит Швондера с лестницы. Что у Преображенского есть прислуга, ну, то же самое. По делу только то, что врачи хранят у себя огнестрельное оружие. Шариков надеется, что хотя бы его у врачей изымут, ну, или хотя бы их припугнут. Он понимает, что про донос Преображенскому неизбежно станет известно. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Шариков надеется, ну, не будут же они после доноса-то. Это также объясняет, почему Шарикова ничему не учили, кроме самого необходимого. А зачем, если ему всё равно скоро под нож? Понятно, почему Шариков производил такое гнетущее впечатление на Преображенского. Нелегко, наверное, каждый день смотреть на человека и думать, готов ли он к новой операции, достаточно ли уже оправился, или лучше ещё немножко подождать. Критика преподносит собачье сердце как острую сатиру на большевизм и советскую Россию. Дескать, благородного учёного угнетают люмпин большевики в валенках. Ну, Преображенского никто не угнетает, наоборот, благодарные пациенты создают ему совершенно исключительное условие, ну, по меркам, конечно, советского общества. Что было бы, если перенести время действия повести в дореволюционную Россию, тогда в квартиру Преображенского с ордером пришёл бы не советский зиц-следователь, а настоящий с университетским образованием какой-нибудь Порфирий Петрович, который не стал бы бросаться в обмороке усыхав слово атовизм, а спросил бы по существу, почему у собаки свежие швы со всеми вытекающими. Филипп Филиппович Преображенский, Иван Арнольдович Барменталь, Зина Бунина и Дарья Иванова обвиняются в убийстве. С таким же успехом можно сказать, что собачье сердце это сатира на семью самого Булгакова. В конце концов, один из его братьев был учёным-биологом, а другой алкоголиком, который играл на балайке по ресторанам. А квартира, в которой жила семья Булгаковых в Киеве, была как раз семь комнат. Проблематика собачьего сердца гораздо глубже. Извечный вопрос, на что может пойти исследователь ради поиска истины. Профессор Преображенский, как и доктор Моро, считает, что на всё, потому что польза от полученных знаний с лихвой перекрывает причинённые страдания. Причём, страдания не свои, а чужую боль терпеть легко. Если бы профессор Преображенский встретился бы с доктором Моро, я думаю, у них нашлись бы общие темы для разговора. И тут литература начинает причудливо переплетаться с реальностью. Профессору Преображенскому, к сожалению, однажды всё-таки пришлось встретиться с английским доктором. актёр Истегнеев, сыгравший профессора Преображенского, перенёс два инфаркта, один в 80-м, другой в 86-м году, после смерти жены. Прошло шесть лет, сердце продолжало Истегнеева беспокоить, но он жил полной жизнью и даже женился третьим браком на совсем молодой девушке. Всё у него было бы хорошо, если бы однажды, по совету друзей, он не решил бы съездить в Англию и сделать операцию на сердце. Сам он операцию считал несложной, у него даже через две недели стоял спектакль в расписании. Но английский врач, проведя обследование, заявил человеку, перенесшему два инфаркта, что он умрёт в любом случае, сделает ему операцию или нет. Такая типичная булгаковская двусмысленность, так можно сказать любому человеку, потому что бессмертных нет. Истегни его, естественно, сразу стало плохо, он получил третий инфаркт, и через несколько часов его не стало. Предупреждал же профессор Преображенский, что правда убивает. На этой невеселой ноте хочу откланяться. Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки и не принимайте ничего близко к сердцу. Всем пока!